Всем привет! Я хочу вас сегодня познакомить с моим новым помощником. Это планетарный миксер. Для начала я вам расскажу, в чем отличие стационарного от планетарного и почему я свой выбор остановила именно на планетарном. Если рассказывая простым языком, то стационарный миксер это такой же миксер, как и ручной, но его не нужно держать в руках. Да, удобнее. Но если сравнивать с планетарным, то здесь венчик вращается, любая насадка вращается не только вокруг своей оси, но еще по всей окружности чаши. В результате чего консистенция самого крема, либо же теста, становится более однородной. Что очень важно при выборе планетарного миксера, так это мощность. Мощность планетарного миксера не должна быть меньше 1000 ватт. Как раз 1000, минимум, скажем так. В наборе к планетарному миксеру идут три насадки. Венчик для взбивания. Вот такая насадка для смешивания ингредиентов. И насадка для замешивания самого теста. Вот такой крюк. Также есть вот такая вот лопатка. Она пластмассовая. У данной модели миксера 6 скоростей. Открывается при помощи нажатия кнопки. Нажали, держим и открываем. Также и закрываем. Нажали, держим, закрываем. Чаша из нержавеющей стали на 3,5 литра. Она надежно фиксируется. И можно не переживать, что во время взбивания она может сдвинуться. Очень удобно, что сам венчик касается дна миски. Как по мне, это немаловажный фактор. Еще, как по мне, огромный плюс у данного миксера, это то, что на дне есть присос. Показываю вам присоски очень надежные. Они очень хорошо липнут к столу. И можно не переживать, что что-то уедет во время взбивания. В наборе есть вот такая вот пластмассовая крышка с отверстием. На крышке есть вот такие вот силиконовые фиксаторы. Она просто одевается на сам миксер. Очень удобно, что есть отверстие, благодаря которому можно добавлять ингредиенты даже во время взбивания. Давайте теперь поговорим о минусах, которые я заметила в процессе использования данного миксера. Что я хочу отметить, это то, что отверстие на крышке, в процессе работы мы можем добавлять ингредиенты, не совсем удобный подход. Второе, что бы я хотела, так это сама вот эта крышка, сам миксер открывался более широко. Еще заметила, когда взбиваем что-то густое, то есть небольшая вибрация, небольшие движения у верхней части миксера. У данной модели минусов не так много, больше плюсов, тем более за такую цену, мне кажется, это отличный вариант. Поэтому я осталась довольна, я рекомендую. Спасибо всем, кто досмотрел обзор до конца, буду очень рада обратной связи. Хозяйки, делитесь, у кого какие миксеры, стационарные, планетарные, ручные, или может быть вы о каком-то мечтаете, тоже будет интересно мне почитать, послушать. Продолжение следует...